Привет, это Риборн! Продолжаем познавать профессионализм Юрия. Сегодня мы посмотрим его ролик называется «Мощные пранки в Японии». Думаю, будет офигенно, как обычно, так что погнали смотреть. Дяденька умного обходит люк. Внук ему уже все плеш проел со своими розыгрышами. Ну да, по нему заметно, там уже залысина огромная. Дедушка уже не знает, где одеваться от его пранков. Внук ему взял обнимет бассейн на целый год. Это вообще жестко, прикиньте, если бы там они еще не поставили бассейн, то все, хана, детку, а так, покупался. Падают. Блин, он тоже недавно сделал. Цель нашего следующего пранка. Ничего не подозревают. Да мне кажется, это все ничего не подозревают. Девушки сбегают от меня. Пока ничего необычного. Так. Он сейчас серьезно не видит то, что там у чувака как бы ноги видны в джинсах. Как он их звуки, точнее, крики озвучивает. По-моему, она ржет еще. Да, она улыбится же, ну вы чего? Да хоть так. Где у тебя там этот твой третий хвост? Ведь не я, это она. Харук Асан, вы в порядке? Женщина пришла в салон красоты. Я вам лицо накрою. Так. Чтобы мне не видеть его. А вы меня накрыли, а как вы мне волосы покрасите? Так, на голове же? Так, на голове. Сейчас я подойду, подождите. На лицо? Женщину оставили больше, чем на 10 минут. А где все говорит? Почему так тихо-то? Опять что ли, серые уши наросла? Я же только что слушал ощущающие аниме опенинги. Так. Типа, типа все сдохли. Бедняга. Что ты со всеми, а? Это семь дней назад, что ли, они кассету из замка посмотрели? А кто меня красить будет? Давай, стоп. Эй, вставай, я деньги заплатила. Ладно, я пойду, но платить не буду. Так, еще не покрасили же ничего. На лестнице тоже все, уже все. То есть все. Женщина сбегает от мертвецов, так все превращающие скоростью. Как может. Вот этот звук, как будто из фильмов ужасов. Люди, люди, ужас, ужасно. Да, прическа не очень, да. Может быть, вам к ней попробовать другую накидку? Блин, это шикарно. Это был пранк, барышня. Так там все живы, что ли? Да, золотой дождливый пранк. И вот в японском спал отделение грязи. Нифига себе. Ой, блин, вы теперь будете ему стирать всю одежду. Он же их долбанулся прямо в грязь. Чичан упала в грязь лицом, и мы наблюдаем рождение самурая. В префектуре Симана, где живет очень мало людей, практически в сельской глуши, стоит волшебный водный фонтанчик. Хотел попить, башку снесло. Меня восхищает вид этой японской бабушки. Ни морщинок, ни седых волос. Видимо, она постоянно из таких пьет эликсиры молодости. Дяденьку не смущает силу струи. Даже интересно. Я, говорится, своей сидящей работой. Давно такую не видел. Пытается промыть. Хороший. Ой, блин, лучшее комментирует прям офигенно. Дос, это тяжело. Ведь у японцев ноздри тоже тонкие. Редкие кадры, как пьет сахарный человек. По чуть-чуть, чтобы не растаять. Этот сантанчик меняет жизнь у людей. Хотел попить? Что? Да тут такой струю один раз и в рот попадет, и все напился, мне кажется. Существовали. Киросовская сглевла житель. Прослезися. Грант-водяной столб стал известен за свою несгибаемость. Незговорчивость. Смотрите, по чуть-чуть морд, все-таки я так и думал, что можно чуть-чуть повернуть, и он чуть-чуть будет работать. Сушняк толкает людей. На отчаянные меры. Как будто выстрелила. Ах ты так? Так, ну сейчас я тебя сижу, выпист. Дедушка тоже решил попробовать. Это кран воздержания. Уже дней 10. Из него никто не пил. Обратите внимание, кстати, как в Японии. Старик хорошо и легко двигается. И даже стоит особое дыхание. Видимо, со здоровьем. Дед классный. И мы долголетием в Японии все завидно нормально. И фига себе. Технические отверстия в полу с заполненной водой. Фига они сделали. Как это так? Начально задуманные, как мини-бункеры на случай землетрясения. Мини-бункер с водичкой, да? Странно как-то говорить, тут полы сделаны. И еще страннее, что там внизу ногами я еще кого-то пинал. Да, хорошие пранки стоят. Блин, пересраться же можно от такого. Я же на ремонт ЖКХ сдаю регулярно деньги. Воруют, что ли? В Японии? Наша русская землетряска уже скурил до них, добрались. До концертных залов. Но, видимо, трюс был дорогой. Поэтому его, конечно, нужно прокрутить гигантское количество раз. Почему он так прикольно изображает крик? После в такие нелепые ситуации девушек вроде никогда не ставят. Штаны, брат, а он же не знает, что я их у него взял. Да ладно, не парься. Возьми мои. Что ты везли свои штаны-то наваливаешь? Афки истории прямо как в аниме. О, кранч роллы. А где смотрю аниме лично я? Так, давайте немного примотаем. То есть кранч роллы? Хорошо. Будьте без проблем в месяц. Хороший тайминг был. Но в описании. Аниме Юрий. Нифига себе. По нему даже аниме-хи уже снимают. Я обглянул. Кико Мацумото. 48 лет ей. Нифига себе. Ведущий на японском телевидении. Её вскоре направляют скатываться вниз. Офигеть. А... Это же... Капец. А как она много там полетела? Страшно, жесть. Ну, посмотрите, ей 48 лет. Жену и банку. Что ли? Так вот соревнования. Естественно, кто дальше проверит со скользкой? Она так загнулась ещё. Горки намазаны гелем. Ну, она вот застряла в поролоне. Видимо, уже старушка не досталась и смазана. Ноги, вот оно. 34 года, актриса. Мен. А прикиньте, когда она падает башкой, такая бам, блин. Ну, и всё, ей тоже хана. Господи, такие это... Опасные пранки у них там. Ещё сверху гелем подливают. У второй участницы форма получше. Прокатывается она значительно дальше. Ну, она и помоложе. Алики Кучи, 23 года. Была в реалити-шоу, сейчас написано безработная. Фирменная подделка на футболку от Vogue. Видно, что она довольна. Куда она глаза закатила? Работиться закончил. Как будто кукол падает, сука. Господи, блин, какие же шоу странные в Японии. Семь лет, японская певица. Качество видео с этих японских телешоу, как обычно, поражает воображение. Кстати, да, я не понимаю, почему всегда в японских телешоу, вроде они новые, да? И у них такое ужасное качество. В чём причина? Оно стимулирует его, потому что нифига не видно. Ого, прям до конца. Так ещё первые миссионеры дальше всех проезжали с горок. Она прям как будто была готова ехать на этой горке, блин, и нифига не удивилась. Шикарно. Странный японский хоррор пранк. Ну, в общем, как обычно. Называется рядовой парень. Он просто стоит и смотрит. Специалист по внушению ужаса. В некоторых офисах Японии такой член коллектива считается большой удачей. Он бодрит остальных. И много платить ему не придётся. Раны или... Взбодрил, блин. Долю адреналина, да, подарил. Поздно его за что-то посадят. И вот и зима там стоял. Внюхи его. Там же человек стоял, но против него почему ничего не сказал. Хорошая доза адреналинчика. Два друга идут по улице. Предположим. О, трек классный. Видели на шмотошники. Смотри, какой у них капюшон белый. Всё же модно чёрный. Да, у меня чёрный капюшон, я крутой. Надпись на экране. А какая реакция будет у вас? Они как будто одинаковые. Это братья, что ли? Такая же или нет? Выбегает, кричит, ловите их, ловите! Ой, ребят, вы какие-то страшные! Фига себе их дофига там! Соны прошлогодние! Ну смотри, бегут-то довольно быстро! Или толпой, может быть, специально фору даёт. А чуть не падает, держатся на последних модных чах! Держите его, не бросай меня! Бросил что-нибудь? Они за ними, да? Право, парень пытается втянуть голову. Зря он с капюшоном-то не взял. Золо для курящих. Ну что, давай покурим? Ща, как покурим-ка? Да, покурим сейчас. Да, давай-ка покурим-ка. Здорово, ребят! Сигаретки не найдётся у вас? Лишненько. Зелёная надпись, что вы делаете? Остановитесь! Молодые люди! Вы что, не знаете, что курить это вредно? Фига себе! А в чём заключается пранк? То, что их типа много, что ли? Парю где хочу! Чё-то как-то очень много дыма, 100% от сигарет столько не будет. Здесь он сообщает, что некий Кентаро снял все свои накопления и идёт покупать мотоцикл. Главное, донести деньги. Ему идут пожелать добра, любви и процветания. Так, ребят, я это, я в другую. А, с другой стороны тоже. Японская инкарнация Шурика. Ещё не крашеного. Отходить некуда. Придётся вспоминать, чё там в манге. Что надо сказать, чтобы превратиться в супер Сайан? Бедняга. Попал между двух стенок. Начинается жестокая, брутальная стенка на стенку. Судя по их музыкам, сейчас не ловлю слиться в одного большого мега-роботика. И полететь. Мега-роботик. Надписи на экране. Полиция, разбегаемся. А как же пацан? Давай пацана потом с новым байком возьмём. У меня есть линия, да поправились, Марика. Дорогие зрители, я надеюсь, это видео привлезло в вашу жизнь позитива. Это возведительно. Меня доставляют ваши комментарии. Бой здоровья, добра, любви и процветания. До свидания. До свидания. Это просто восхитительно, блин. Юрка, прям реально профессионал. Я такого давно не смотрел, таких японских пранков. По-моему, японских я даже не смотрел никогда. Американских видел, там, например, с Самарой из Звонка. По-моему, тоже что-то видел подобное с динозавром. Но всё остальное, это, блин, забавная фигня. Но как будто бы с лифтом было подстроено. Фиг его знает. Но почему-то как-то... Женщина упала. Руки подняла такая. Я готова ехать. Давайте ещё. Ну прям, реально видно, что это подстроено было. Короче, ролик шикарный. Юрка профессионал. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.